Победа Их сплотила святая Россия, народ президента навеки едины, стремлений к свету и непобедимы. Дети нету. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила и право, и честь. Пожалуйста, здравствуйте, проходите. Проходите, рады вас, сотрудничество. Проходите, пожалуйста. Приветствуем, поздравляю с праздниками. Пожалуйста, приходите. Приходите, пожалуйста. Мы уже готовы нашу поэму, которую мы будем читать о Нобелевской премии, чтобы Нобелевский комитет мира... Проходите, пожалуйста. Чтобы Нобелевский комитет мира обязательно вручил Нобелевскую премию мира Владимиру Владимировичу Путину. За укрепление мира во всем мире и за международное сотрудничество. ...полного сил, такого как Путин, чтобы не пил, такого как Путин, чтобы не обижал, такого как Путин, чтобы не убежал. Такого как Путин, полного сил, такого как Путин, чтобы не пил, такого как Путин, чтобы не обижал, такого как Путин, чтобы не убежал. Три девочки поют песни. Поют песни, естественно, направление музыки поп, но песни с таким содержанием. То есть все песни, которые мы записали сегодня, они содержательные, даже в некотором смысле социальные. Мой парень снова влип в дурные дела, подрался, наглотался какой-то мути, он так меня достал, я его прогнала, я хочу теперь такого как Путин. Ну это на самом деле, мне странно, что до сих пор никто этого не сделал, потому что мы сегодня имеем такую ситуацию, при которой наш президент достаточно популярен. Позанимаем с искусством. По форме это поп-арт, потому что те персонажи, которых мы рисуем, это наиболее популярные, известные личности, события. А с Путиным, ну а что, тут мы не будем лицемерить. Естественно, это самый популярный персонаж в современной России, вот, и поэтому, конечно, как бы сказать, когда занимаешься его изображением, то как к паровозу, так пристраиваешься к его популярности, так сказать. Не мы его популярность делаем. Здравствуйте, я Виктор Шендерович, это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Прошу к столу, посмотрим, чего нам послал Бог на этот раз. От нас требовали изменения политики в эти три пункта. Персональная сатира по поводу Путина, коррупция в верхних эшелонах и война в Чечне. С нами шла торговля, нам предлагалось прекращение уголовных дел за прекращение программы «Куклы», фактически за изъятие из программы «Куклы Путина». Нас обещали оставить в покое. Как заставить двигаться Россию, если сам ее остановил? Не заставить двигаться Россию, если сам ее остановил. Вещь, которая невозможна на Западе. Невозможно представить себе, чтобы президентом стал человек, которого еще за полгода до этого никто не знал. Абсолютно возможная в России. А сегодняшний рейтинг Путина – это во многом рейтинг страха, потому что люди знают, что вернулось время, когда... И вернулось время единообразия. Вернулось время унификации. Людям сказали к ноге, вот эту команду подали, как... И генетический весь опыт нашего народа немедленно дал о себе знать. Нет войне, миру да! Мы поддерживаем все инициативы Владимира Владимировича Путина. Призываем все государства, страны, правительства объединяться вокруг мирных инициатив президента Путина Владимира Владимировича. Владимир Путин – самый прогрессивный политик на земле. Россия – лидер мировой, все это знают. Россия всеми мировыми процессами успешно управляет. И с президентом связаны успехи всех наших будущих лет. Все ценят Путина народы, страны, государства и политики. Буш, Шреддер, Блэр, Ширак, писатели, поэты, музыканты, актеры и художники, певцы. Ура! Все президента Путина поддерживают. Бутина, 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 Бутина. Умный, прогрессивный, молодой, интеллектуальный президент. Красивый, главное. А вы себе такого хотите? Нет, у нас есть. Спасибо, у нас есть. Россия устала от медвежьей политики, то есть Россия устала от людей, которые готовы действительно все разворачивать постоянно. Либо такая стагнация, ничего не происходит, как Прибрежье стояло, так все было очень монолитно. Либо приходит Ельцин и начинает разворачивать, ему надо налево, разворачивать на лево, направо, значит, направо. Горбачев перед этим тоже разворачивал, что-то делал. Люди устали от того, что такие вот приходят медведи, которые мнут, толкают, крутят и вертят. Что Путин сегодня олицетворяет в России смену архетипа, ну, по крайней мере, в политике. И Путин-то он на самом деле современный, спортивный, стройный, аккуратный, с чувством юмора. Ну, понимаете, он действительно молодой и спортивный, все это очень приятно, но все это его личные радости, то, что он умеет кататься на горных лыжах и ходит без посторонней помощи, и не пьет. Я очень, так сказать, очень симпатично все, но какое-то имеет отношение к стране. Россия оценивает Путина, как баба оценивает вот мужика. Вот симпатичный, милый, смотри-ка такой, вот такой и сякой. Не как политика. Потому что всякий политический анализ немедленно приведет нас к тому, что все осталось как было и стало немножко хуже. Вот эта группа писателей, которая перед вами стоит, мы это все делаем. То есть мы и пишем, создаем произведение, и прозу, и стихи тут написаны, и фотографии. Мы фотохудожники фотографируем, вот, и пишем картины, живописи. Мы готовы вот нашу картинную галерею, вот нашу картинную галерею подарить по Третьяковской галереи. Вся деятельность Владимира Владимировича Путина направлена именно на то, чтобы в Чечне в том числе, и в России в целом, и на всей планете, чтобы не было войны, чтобы прекратилась война. Вот ваш сын Володя, да? Он призывного возраста, и может случиться так, что его заберут в армию. Мы не только, мы будем счастливы. Мы сами пойдем, если только нас призовут, мы сразу встанем на защиту Родины. Обязательно. Обязательно за Родину. Хочешь умереть за Родину? За Родину и умереть это счастье. Ну так считают это. Да, да, и жить правильно просто. А как же иначе? А как же иначе? А как же иначе? Я за него отвечаю. Я за него отвечаю. Он должен за Родину, за Родину, живот свой положить. И вы знаете, это исторические муси. Я, короче, патриот. Я патриот. Да, молодец, руку дай. Давай, молодец. Владимир Путин уверенно шел к пику своей популярности. Популярность Путина выросла главным образом за счет поддержки силовиков и начале операции в Чечне. Опыт демократический в России считывается месяцами. В лучшем случае несколькими годами. А опыт рабства тысячелетний. И поэтому, когда появился человек, который сказал к ноге, то вот то небольшое демократическое возбуждение, которое было в эти годы, в первые ельцинские, последние горбачевские годы, это все-таки так на поверхности. Это такая тонкая пенка, которая появилась на этой огромной кастрюле с кипящим молоком. Вот там весь опыт предыдущий. И народ радостно рванулся снова лечь к ноге. Пожалуйста. Ваша карточка. Приглашение – это пресс-релиз, информация по акции, список документов, которые надо будет поднести. Приглашение вы не теряете, опускаете в конце акции в специальную горбу. Ваш футболочек, пожалуйста. До встречи на акции. Следующий. Мы доказали, что Россию нельзя поставить на колени. Мы будем президентом теоретов везде. В аэропорту, в аэропорту. В туалете поймаем. Мы их запереть в конце концов. Вопрос закрыт и окончательно. Но мы выбрали этих, этого сумасшедшего, этого клинического идиота, этого КГБшника, этого лжеца, этого вора. Мы выбрали их сами. И подтверждаем их право говорить от нашего имени. Сделать вам конфетку из страны, я не обещаю, разумеется, но поток волшебных слов я сказать всегда готов. Чтобы на чудо все могли надеяться, надеяться, надеяться. Сегодня состоится важнейшее политическое мероприятие на Васильевском спуске на Красной площади, где соберутся организации молодежные, идущие вместе. Вся молодежь поддерживает Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимировича Путина поддерживает весь российский народ. И мы выступаем за то, чтобы Нобелевский комитет обязательно вручил Нобелевскую премию мира Владимиру Владимировичу Путину. Наша Россия, наш президент, в нем наша сила, право и честь. Народ с президентом едины во всем. Народ с президентом едины всегда. Величью России навеки ура! Владимиру Путину слава ура! Не спешим, флаги можно размотать уже будет. Вот. Так что, все услышали. Ребят, все сюда вот тоже. Давайте сделаем все красиво сегодня, очень грамотно, чтобы все было просто замечательно. Все, пойдемте потихонечку. Все, все за мной и не отстаем. Народ с президентом едины во всем. Народ с президентом едины всегда. Величью России навеки ура! Владимиру Путину слава ура! Величью России навеки ура! Это первый автобус с заложниками, который выезжает от здания бывшего ДК. Вот, вот сейчас вы видите состояние людей, которых трое, почти трое суток удерживали. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Спасибо большое. Гораздо лучше. Вы мне очень помогли здесь. И сейчас, в общем, нормальное самочувствие в полу. Ну, слава. А вы воспитываете ее? Да, воспитываю, она в сознании все покушает. Ну, хоть покорно. Да, это тоже неплохо. Ну, лежите, 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 спокойно. Ну, вот мы сейчас имеем дело с абсолютно виртуальным президентом, так сказать, чей образ, и он сам, в значительной степени это довольно разные фигуры. Очень часто создавался образ абсолютно виртуальный, и люди этому образу виртуальному верили больше, чем собственному опыту. Мы видим этих замечательных людей только на телеэкране и в газетах и журналах. Для нас, в принципе, Путин, Алла Пугачева или Масяня, как бы так сказать, это все виртуальные герои. И более того, технологии поп-арта, и, как бы, там, я думаю, что менее всего Орхола интересовала личность банки супа, как бы, как бы, или чем там он пахнет, что там в этом супе вообще. Вряд ли он вообще его открывал. Ну, по большому счету, между банкой Пепсиколы, политиком или рок-звездой, с точки зрения пиар-технологий, большой разницы уже нет, если так говорить откровенно. Только вот эти вот истории. Здесь дела, здесь хиты, а здесь что-то больше, чуть больше, чем просто жидкость, да. Сегодня у нас особенный день. Мы отмечаем трехлетие избрания «Сами знаете». На какой пост? Сами знаете глубоко уважаемого кого. За лучшую режиссуру, за роль первоплана и за трехлетний выдающийся вклад в призы вручаются «Сами знаете кому». Владимира Владимировича Путина. Можно услышать различные упреки в адрес президента, но никто никогда не сказал и не скажет «президент не работает». Президент работает очень много. Страну в надежные руки. Руки! ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...